Сегодня у Гомеля проходит урочистости у Гонор 30-го дня с дня утворения отрада у милиции особого призначения. А напередать не на супрацю воходу у будина, где размешано подразделение, отбылось открытие памятного знака. Автор композиции – супрацовник отрада Александр Сюзев. Имкнулся адрюстровать разумение дваги и силы духу, яке уластивая бойцам о мапу. Кожный элемент композиции несет в себе сенсовую нагрузку. Камень символизует рывалость и стабильность. Коршун – свободу и мкнение до вершинев. Зорко – оборону и безопасность. Считый меч – законность, гонор и отвагу. На церемонии открытия знака наместник министра внутренних справ, командующий внутренными войсками Юрий Карайев, выказал упевненность, что композиция станет символом памяти про супрацовников, яке уславили свое подразделение. Я не понаслышке знаю про ваше подразделение и вместе служили с некоторыми из вас и здесь, на Гомельской земле, и в 32-14. Я очень горд, что здесь стоят мои сослуживцы. Ну, вы все мои сослуживцы, а я имею в виду, что мои однополчане. Нас с вами, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, вообще всех, кто служит в правоохранительной системе, отличает то, что мы чтим память тех, кто служил до нас и кто служит вместе с нами. Память о тех, кто прославил свое подразделение. Чин освящения памятного знака здействовал архиепископ Гомельский Жлобинский Степан. Лепшие супрацовники от Рада милиции специального призначения отримали у Знагороды. Кветки и подарунки уручили родным загинувших при выполнении службовых обовязков Константина Борисенки и Эдуарда Сярогина.